10 часов утра. К дому номер 5 на улице Родионова прибыли заместители главы администрации города Денис Воловников и Денис Юрков. На встрече с местными жителями обсудили будущее двора. Здесь заменят асфальтовое покрытие, бортовой камень и модернизируют площадку. Вот площадку до 30 сентября планируется совершить работы по реконструкции. Вблизи проспекта Мельникова-3 представители администрации города отметили отсутствие остановочного павильона. На это жаловались местные жители. Вопрос взяли на контроль. В сентябре установят павильон. У дома номер 6 и 8 на молодежном проезде осмотрели установку контейнерной площадки для мусора. Здесь 8 баков, в том числе и для вещей. Раньше выбросить все ненужное можно было в глубине двора рядом с детской игровой площадкой. О переносе контейнеров и увеличении их числа просили местные жители. Перенесли, нам очень устраивает. А это двор на молодежной 52. Здесь люди просили установить новую игровую детскую площадку и освещение. Работы будут завершены до 31 сентября. В конце сентября придем открывать свою площадку тогда. А по управляющей компании есть какие-то вопросы? Да нет, так-то в принципе все нормально, стараются, да, чистенько все хорошо. Все остальные замечания по микрорайону заместители главы взяли на контроль. Я считаю, что такие обходы очень полезны как для администрации, так и для жителей. Вы получаете непосредственную информацию уже от людей, которые живут, проживают в этом районе. Вот мы сегодня несколько раз рандомно общались с жителями, то есть получили информацию, которую ты не получишь от сотрудника. Это только непосредственный личный контакт. Считаю, что это очень хорошо и полезно. Такие обходы, считаю, вообще очень важные. Наверное, будем мы их вводить в практику для того, чтобы раз в неделю брать какой-то квадрат, перемест, а вместе с службами выходить на место не только в рамках взяли на администрации, а в целом вообще видя своими глазами, встречаться с жителями, слышать то, что действительно нужно здесь и сейчас поправить, исправить, улучшить. Далее представители администрации отправились в школу номер 31, где в течение недели руководители управления и профильных служб города оказывали людям юридическую помощь, помогали разобраться в начислении коммунальных платежей. Надежда Вдовина обратилась с просьбой провести осмотр ее многоквартирного дома. Соседи жалуются на прохудившуюся крышу, хотят капитального ремонта. Мне сказали, что в ближайшие дни будет обследование, выйдут руководители управляющей компании, все обследуют дом. Очень нравится, потому что целую неделю принимают специалисты. По любому вопросу можно обратиться, все объяснят и дадут ответ. А вот Наталья Новикова обратилась к специалистам управления образования. Ее дети с нарушением зрения ходят в специализированный детский сад. Из учреждения недавно уволился медработник, который лечил малышей. Наталья и другие родители хотят знать, когда восполнят нехватку кадров. Свяжутся с главным врачом и выяснят, на какой стадии находится момент подписания договора, в какие сроки он будет подписан и в какие сроки будет найдена медсестра в наш садик. Все обращения граждан в новых Химках рассмотрели и взяли в работу. Начиная с этой недели, выездная администрация начала прием жителей уже в старых Химках. Андрей Липанов, Александр Сергеев, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.